С точки зрения детей, мне кажется, это единственная проблема, которой действительно стоит заниматься, чтобы не пытаться ребенка огородить, потому что невозможно, не получится. Заставить его сидеть тоннами и перелистывать книги, но он просто среди своих одноклассников будет настоящей белой вороной. Не факт, что с ними сможет найти общий язык, просто на разных языках будут говорить. А вот как раз сделать так, чтобы ему какие-то конкретные вещи понравились в реале, чтобы он умел туда через эти мостики достаточно часто приходить. Ну вот если ты показал дорожку, человек потом сможет по ней ходить. Если он никогда по ней не ходил, если для него реальная жизнь – это сплошная боль, унижение и проблемы, а так часто бывает, школа – это вот прямо боль. И ребенок с этим пониманием, отношением живет, потом институт, опять боль, опять тебя принуждают, опять я не хочу всего этого, мне нужно встать, не знаю, в 7 ехать, сесть, слушать, непонятно зачем, прийти еще сидеть и читать книжки. Ну в общем, вот если не ломать, а какие-то создавать мостики в детстве, то мне кажется, что и виртуальные технологии не будут опасностью, а будут как раз создавать массив дополнительных возможностей. По сути, они для этого и придумывались, и могут быть так использованы, если не говорить о крайности. Вот ровно из крайности надо стараться ребенка вытаскивать. Все-таки показывают, что иногда, не знаю, футбол погонять вообще круто, не знаю, или валанчик погонять, потому что все забыли, бадминтон. Но вот в то же время, видите, как прекрасная какая-то прослойка, прекрасно душная иногда играет в настольный теннис в парке Горького. То есть люди понимают, что вылезать надо куда-то, вылезают вот туда, вот сюда, в питанг. Ну то есть масса развлечений, которые взрослые люди уже для себя находят как альтернативу виртуальному времяпрепровождению. Это же свободное время, они могли просидеть его, как и делается обычно в соцсетях или за просмотром сериалов, но все-таки этого не сделали. Соответственно, нашли какую-то мотивацию. Для детишек надо простраивать такие же мостики, через какие-то виды спорта. То есть, мне кажется, это всегда можно. Через увлечение искусством, опять-таки, реальным, с несложным достаточно объяснением, чем реальное искусство, вот объект, артефакт отличается от виртуальной картинки этого артефакта. Пусть даже со сканированной, пусть даже на 3D-принтере выполненной. Сюда вот вложена эта идея, искорка божья, сюда не вложено ничего, это просто реплика, которую можно... Ну, то есть, мне кажется, можно для ребенка найти для своего, которого ты любишь, время, слова, чтобы объяснить и не дать ему стать таким изгоем в реальном мире.